Здравствуйте! Меня зовут Наталья Владимировна Коноплёва. Я воспитатель первой группы раннего возраста, корпуса номер 14, школа 14-20. И сегодня я вам предлагаю отправиться вместе со мной в необычное путешествие Царства подводного мира. А чтобы начать наше путешествие, нам нужно с вами откатать загадку. Ну что, ребятки, готовы? Рыбка плавает под мостиком и виляет хвостиком. Кто это, ребята? Правильно, это рыбка. А теперь давайте вместе с вами и при помощи наших ручек мы попробуем поплавать, как рыбки. Две ладошки мы прижмем и как рыбка поплывем. Итак, отправляемся в путешествие. Ребята, на глубинах морей, рек живут разные рыбки. И большие, и маленькие, имеющие разные цвета и форму. У рыбок есть голова, туловище и хвост. На голове у рыбки находятся глазки и ротик. А спят рыбки с открытыми глазами, не двигаясь у самого дна. А на дне, среди камушков, растет зеленая травка, которая называется водоросли. Вот так прекрасен подводный мир. А теперь, ребятки, мы с вами создадим свой подводный мир. Для этого нам понадобится пластилин, картон синего цвета, напоминающий цвет воды, дощечка для лепки, влажные салфетки, ну и, конечно, наши пальчики. На дно нашего водоема мы разложим камушки. Камушки можно использовать коричневый цвет, а пластилин брать. Также можно использовать черного цвета пластилин, чередовое. Также бывают и камушки белого цвета. Я возьму пластилин коричневого цвета, отщиплю от него небольшой кусочек, начинаю разминать пластилин так, чтобы он у нас с вами стал мягкий, эластичный и послушный. Когда мы размяли наш пластилин, мы катаем из него на дощечке небольшой столбик. Когда мы скатали этот столбик, я клювиком с помощью пальчиков отщипываю небольшие вот такие кусочки в виде камушек. Затем я беру каждый кусочек и начинаю его катать круговыми движениями ладошкой. У меня готов один камушек. Кладу его на низ листа нашего водоема и прижимаю пальчиком. Также я делаю с остальными нашими камушками коричневого цвета. Ну, мне кажется, наших камушков маловато. Сейчас я разбавлю наше дно водоема камушками черного цвета. Точно так же я отщипываю небольшой кусочек пластилина, разминая его между ладошек, катаю, кладу на дощечку, движениями вперед-назад катаю столбик и с помощью нашего клювика я отщипываю небольшие маленькие кусочки. Так же получаются наши камушки. Скатали опять небольшие шарики. Это наши камушки. И разбавляем дно нашего водоема камушками черного цвета. Мне кажется, чтобы наш водоем были более веселые, мы используем пластилин белого цвета. Отщипываю небольшой кусочек пластилина. Вот видите, он у меня уже не послушный. Я его кладу на дощечку, раскатываю столбик и нашим клювиком я отщипываю небольшие кусочки. Я скатаю шарик на дощечке и его положу на картон, прижму пальчиком. Вот смотрите, уже более красивое получилось у нас дно нашего водоема. Как мы с вами помним, что на дне морского водоема еще растет зеленая травка, которая называется водоросли. Для этого я буду использовать пластилин зеленого цвета. Мы берем пластилин, отщипываем небольшой кусочек, разминаем пластилин в руке, чтобы он опять нас слушался, был мягким, эластичным. Вот, разминаем и катаем из него также столбик движениями вперед-назад. Скатали столбик. Из этого столбика с помощью нашего клювика отщипываем небольшие кусочки. И также из этого кусочка мы катаем уже не столбик, а жгутик более тонкий. Опять движениями вперед-назад. Посмотрите, у меня получился вот такой тоненький жгутик. Я его кладу, прикрепляю между камушек, к низу листа и вот так кладу на картон. Также пальчиками я прижимаю пластилин к листу картону к нашему. У нас вот получилась такая небольшая травка. Ну, мне кажется, одной травинки не очень хватит на наш водоем. Надо еще. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая травка у нас выросла между камушками. Называется наша травка морские водоросли. Так, смотрите, очень интересная у нас получилась картина, но еще она у нас с вами не закончена. Так что же нам не хватает? Конечно, наших главных рыбок. Я возьму пластилин желтого цвета, отщеплю от него кусочек небольшой, разомну этот кусочек в руке, чтобы он у нас тоже был послушным, раскатаю из него столбик. От этого столбика с помощью клювика отщеплю шарик. Два шарика. Один шарик побольше, второй шарик поменьше. Из этих шариков мы скатаем ладошками небольшие колобки. Вот такой вот у нас получился один колобок. И мы его кладем на наш картон. Положили. Это у нас будет головка для рыбки. Прижимаем пальчиком, придавливаем вот так. У нашей рыбки не хватает хвостика. Для этого мы сделали второй маленький шарик. Раскатали его между ладошек и приложили к большому шарику. И прижали пальчиком. Вот какая у нас получилась одна рыбка. Смотрите, как она плывет. Давайте ей сделаем еще рыбку, чтобы ей не было скучно. Вот у нас еще одна рыбка поплыла. Вот так вот. Так, две у нас желтые рыбки плывут. Давайте сделаем еще рыбку красного цвета. Я возьму пластилин красного цвета. Отщиплю от него кусочек. Разомну его в ладошках. Так, скатаю из него движениями вперед-назад столбик. От этого столбика мы отщипываем небольшие кусочки. Один кусочек у нас для головы, а второй кусочек поменьше у нас для хвостика. Я катаю колобок между ладоней круговыми движениями. Прикладываю его на картон и надавливаю пальчиком. Прижимаю посильнее. Вот как. Так, теперь у нашей рыбки не хватает хвостика. Опять катаю маленький шарик между ладонями. Прикладываю его к телу рыбки и прижимаю пальчиком. Вот такие рыбки у меня появились в моем водоеме. Ну что, ребята, вам понравилось наше путешествие царства подводного мира? Вот такой подводный мир получился у меня. А вам я желаю удачи!